Долгожданный второй альбом Dissection уже на подходе. После великолепного дебютного альбома, ожидания от их нового высоки как никогда. Конечно, Storm of the Lights Bane будет знаковым в 95-м году. Гитарист и вокалист Йон Нёдвит ответят на вопросы. Вы теперь доступны с двумя песнями на сборнике Wrong Again Records. Стоит ли нам это теперь воспринимать как прогрев перед вашим предстоящим альбомом? Определенно. Будут ли Where Dead Angels Lie и Elizabeth Battery доступны только на этом сборнике? Трек Where Dead Angels Lie также появится на нашем предстоящем полноформатном альбоме Storm of the Lights Bane, но, разумеется, в перезаписанном виде. Elizabeth Battery будет доступна только на Wrong Again Records сборнике и грядущем сэмплере на Necropolis Records. Что ты думаешь о других группах на этом CD? Они мне вообще не нравятся, я бы советовала тебе приобрести сборник Necropolis вместо этого, потому что там ты найдешь, кроме всего прочего, Mayhem, Enslaved, Abruptum, Marduk, Emperer, Arcturus и подобные крутые группы. Некоторое время назад вы играли в Англии. Сколько шоу вы провели, кто занимался вашим сопровождением в Англии? Да, мы играли в Англии в конце апреля этого года. Мы провели одно шоу в Брэдфорде и два шоу в Лондоне. Концерт в Брэдфорде был чем-то вроде разогрева перед концертом, который был через день в Марки. Пришло 400 людей на концерт в Брэдфорде. Шоу в Марки было потрясающе, и это был классный опыт для нас. Пришло 800 человек, и концертная площадка была заполнена полностью. Ответная реакция толпы была удивительной. Последнее шоу мы провели в более маленьком месте под названием The Devil's Church. И благодаря одной реально бестолковой группе под названием Dust Defiled, мы смогли сыграть только 5 песен перед закрытием заведения. The Devil's Church является частью паба, и они закрываются в 11 в Англии. Это было действительно очень раздражающим моментом для нас, но, как и весь этот тур по Соединенному Королевству, пошло нам на пользу, я думаю. Эти три шоу нам обеспечили Nuclear Blast. Мы думали, что вы играли вместе с Cradle of Fills. Ходили некоторые негативные слухи о них. Какое впечатление у тебя сложилось от этой группы? И что ты думаешь об их успешном дебютном альбоме? Два первых концерта были вместе с Ancient Rides из Бельгии и Cradle of Fills. Последнее шоу было вместе с Ancient Rides, Dark Heresy и Dust Defiled. Мое впечатление о Cradle of Fills — это то, что они в полном порядке. Мы не познакомились с ними настолько хорошо, за исключением их менеджера, но они кинули нам респект. Они очень хороши на лайвах, и их альбом нормальный. Ты мог бы сказать, что Dissection — так называемая лайв-группа, как ведет себя аудитория на ваших концертах? Мы хотим, чтобы аудитория сходила с ума. Чем более безумная, жестокая и ярстная толпа, тем лучше. Мы не позволим им стоять на концерте, как истуканы. Мы хотим, чтобы кровь сочилась и растекалась. Blood, Fire, Death. Да, мы определенно лайв-группа. Я думаю, причина, по которой так много Black Metal групп отказываются играть, — это то, что они не могут воспроизвести вживую их студийные записи. Поэтому легче все свалить на толпу, идущую за трендами и так далее. Ну и что, что среди зрителей есть детишки, слепо следующие за трендами? Большая часть толпы не может быть настолько тупой, если она поддерживает группу. Поэтому они заслуживают гребаной резни на концерте. И почему бы не разорвать на части тех маленьких нормисов, которые посмели прийти посмотреть шоу? Сейчас вы подписаны на Nuclear Blast Records, лейбл, более известный как «выпускающий христианскую музыку», нежели чем что-то качественное. Ваш поступок для многих людей показался немного неожиданным. Что заставило вас подписать с ними контракт? Все ли участники группы согласились с этим решением? Почему мы должны были отклонить их предложение только из-за того, что они выпустили дерьмо вроде Mortification и так далее? Мы не позволим кучке христиан стоять на нашем пути. У нас были серьезные переговоры с юристом и тремя лейблами. И в конце концов Nuclear Blast предложил нам наиболее выгодную сделку. Nuclear Blast не христианский лейбл, в противном случае зачем им подписывать сатанинскую группу вроде Dissection? Давно вы подписаны на них? И как с вами обращались до сих пор? Вы все еще думаете, что заключили сделку с правильным лейблом? До сих пор к нам относились очень хорошо, но нам придется подождать и посмотреть, пока выйдет альбом. А ходят слухи, что Nuclear Blast кинули несколько групп. Вы были в курсе об этом перед тем, как подписаться? Верите ли вы в эти слухи? Мы не знали об этом раньше. Вы подписаны больше, чем на один альбом. Насколько сильно отличается ваш контракт от того, который был заключен с No Fashion? Мы заключили контракт на один альбом и некоторые условия. И да, контракт сильно отличается от сделки с No Fashion. Он гораздо лучше, я бы сказала. Будет ли тур в поддержку Storm of the Lights Bane? Да, мы будем в дороге вскоре после релиза. Как ты думаешь, есть ли вероятность, что Nuclear Blast захотят вас отправить в тур, к примеру, с Mortification? И если это так, то мог бы ты сказать нет без разрыва контракта? Ты думаешь, они могут отправить нас в тур с другой группой без нашего согласия? Мы можем очень многое решать в рамках тура. К тому же, они не настолько тупые, чтобы верить, что мы согласимся отправиться в тур с дерьмовой группой вроде Mortification. А что ты думаешь о других группах на лейбле? Если будет тур, то, скорее всего, он будет с другой группой вашего лейбла. Кого ты предпочитаешь? То, что мы заключили контракт с Nuclear Blast, не означает, что мы должны ездить в тур с другими группами этого лейбла. Конечно, они делали нам предложение съездить в тур с их группами, и мы отклонили их все. Единственная группа с Nuclear Blast, с которой мы, возможно, бы согласились поехать, это Dismember. Прямо сейчас идет разговор о том, чтобы дать несколько концертов с Creator. Посмотрим, что из этого выйдет. Как они расставляют приоритеты в пользу Dissection? Будет ли продвигаться альбом? Я думаю, мы в приоритете, потому что, кажется, они готовят много вещей, связанных с релизом Storm of the Lights Bane. Ваш бюджет на запись студии такой, какой вы хотели. Вы записывали ваш прекрасный дебютный альбом в Hellspawn Unisound Studios. Storm of the Lights Bane был записан там же? Да, мы записывали новый альбом также в Hellspawn. В этот раз мы получили очень большой бюджет, поэтому, помимо самой записи в студии, мы купили много нового оборудования, вроде гитар, ударных усилителей и так далее. Большая ли разница между двумя вашими альбомами? Новый альбом более быстрый и разнообразный в целом, более качественный звук и прочее. Зацените его. Будет ли Storm of the Lights Bane выпущен на виниле? Что ты предпочитаешь, CD или LP? Мне нравятся оба варианта, но винил приятнее в целом. Наш новый альбом определенно будет на виниле, и это круто. Но fashion никогда бы не сделали этого, потому что все, о чем они заботятся, это деньги. И пожелания на будущее? Распространять идеологию зла, как всегда. 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 Продолжение следует...